Привет, друзья! С вами Вера Зверева. Это видео будет посвящено теме, которая в принципе не нова на Ютубе. Вы о ней давно знаете, но она претерпела существенные изменения, которые нам теперь не позволяют в полной мере воспользоваться функционалом Ютуба. Речь пойдет о ссылках на внешний сайт, подсказках и конечных заставках. И это будет новое на Ютуб. Небольшая прелюдия. У меня на канале есть видео, которое уже называется «Как создать подсказку со ссылкой на внешний сайт в Ютуб». И на моем канале вы могли встречать видео. Но что это такое? Я надеюсь, вы это знаете, что Ютуб нам позволяет настраивать подсказки либо в конечной заставке делать ссылку на внешний сайт. Предварительно перед этим этот внешний сайт нужно к Ютубу прикрутить, прикрутить, привязать при помощи разных способов. Например, при помощи метатега. Так вот, после того, когда вы сайт к Ютубу привязываете, мы получаем такую классную плюшку, такой замечательный продукт для продвижения своего сайта, как подсказка, либо конечная заставка. И вот на вот этом канале «Секреты Ютуб с Верой Зверевой» на многих моих клиентских каналах давным-давно сайты были привязаны. И подсказки и конечные заставки настраиваются без труда, в том числе с ссылкой на внешний сайт. Вот, пожалуйста, прямо сейчас в режиме реального времени я захожу на свой видеоролик, жму «Добавить подсказку», выбираю вариант с ссылкой. Далее выбираю любой сайт, на который я хочу отправить трафик из видеоролика. Да, у меня сейчас много сайтов привязано к моему каналу на Ютубе. Я могу выбрать любой. Вот один из них выбираю. Жму «Далее». Как видите, мгновенно Ютуб потянул мой сайт и без всяких проблем хочет пропустить меня дальше, давая мне возможность эту подсказку создать. То есть никаких трудностей у меня не возникает. Все отлично. И я даже не знала, что возникли нововведения, пока мне мои ученики тренинга менеджер канала в Ютубе не подсказали мне, что нынче все немного изменилось и жизнь ютубера усложнилась. С этой целью я пошла на пустой канал, который еще не был не активирован, там не было видеороликов. Я загрузила на него первый попавшийся любой видеоролик и далее в режиме редактирования нажала на панель подсказки. После этого вот здесь у меня всплыло окошко, где было написано, принимаю ли я условия использования программ и правил Ютуб, я согласилась. И дальше следующий шаг. Вот этап добавить подсказку. Вы вот на этот момент внимания не обращайте. Это у меня расширение видайкью стоит. Обычно, если у вас это расширение не установлено, у вас этого нет. Не в этом суть. Дальше я жму сейчас вот добавить подсказку и опускаюсь до ссылки. Выбираю ссылка и жму создать. И здесь написано, что мне нужно сайт с каналом связать. Это я понимаю. Да, конечно, у меня сайт еще к каналу не привязан. Но появляется новый пункт обязательных манипуляций. Нужно присоединиться к партнерской программе и указать ссылку на сайт в настройках канала. Поэтому от того, что я присоединю сайт к каналу и сделаю все по фэншуй, это мою проблему не решит. Потому что присоединиться к партнерской программе этот канал не сможет. Вот они условия присоединения к партнерке. Хотя бы 10 тысяч просмотров на видеороликах нужно, чтобы было. Ну а дальше мне придется решать для себя эту проблему. Хочу ли я подключаться к партнерке. Весь этот непростой этап подключения к адсенс или к медиа-сети любой, которую я выберу. А возьмут ли они меня. В общем, это вообще мне не надо. И мало каким каналам, например, бизнес-сегмента, вообще это надо. Таким образом получается, что все новосозданные, молодые каналы, они попадают на это ограничение. И создавать подсказки и элементы конечной заставки, которые бы ввели на внешние сайты, у них не получится без присоединения к партнерке. И как показывают мне мои студенты, у них действительно это не получается, несмотря на то, что сайт к каналу привязан. Казалось бы, зачем YouTube это внедрил? Он испортил нам жизнь. И теперь каналы лишены возможности вести трафик на внешние ресурсы. Тут я скажу вам так. Имеем то, что имеем, повлиять на это мы вряд ли можем. Но что делаю я? Как вы видите, на моих каналах и на каналах всех моих клиентов подсказок нет. Я вам рекомендую не зацикливаться на этих подсказках и на этом конкретном элементе конечной заставки, а рекомендую настраивать оверлей с призывом к действию. Он заметнее. Конверсия кликабельности по оверлею значительно выше, чем по подсказкам. Здесь есть фотография. Он красиво и органично смотрится и виден на мобильных устройствах. Одним словом, прекрасный элемент для привлечения внимания зрителя и увода зрительского трафика на внешний ресурс. При этом одновременно оверлей и подсказки существовать на одном видеоролике не могут, как вы знаете. Поэтому вам даже нет нужды в этих подсказках совсем. И если говорить также и о конечных заставках, то я в конечных заставках ссылку на внешний сайт тоже намеренно не делаю. Как раз потому, что у меня все равно до самого конца отыгрывается оверлей. Масло масляное я не делаю, это раз. И я в конечных заставках даю всего лишь два призывных элемента. Это подписка и посмотреть любое другое видео на этом канале. Мне этого вполне достаточно. Вот такие нововведения в YouTube, связанные с этими внешними ссылками. Я думаю, что для каналов старичков эта информация может оказаться бесполезной, потому что старые каналы новшества не затронули. И тем не менее, надеюсь, что это видео было полезно и особенно полезны мои рекомендации, как с этим дальше жить. На этом все. С вами была Вера Зверева. Подписывайтесь на мой канал. Пишите мне свои вопросы в комментариях. Ставьте лайки, если было полезно. И до встречи в следующих видео. Пока!